Беседа третья о святом апостоле Павле. Блаженный Павел выражает силу человеческой ревности и то, что мы можем достигать до самого неба, оставив ангелов, архангелов и прочие силы. Иногда повелевает только по нему одному подражать Христу. «Подражайте мне, — говорит он, — как я Христу. А иногда и без себя возводит их к самому Богу. Бывает, — говорит, — подражатели Богу, как чадо возлюбленное» — Ефесянам 5.1. Потом желая показать, что ничто столько не составляет этого подражания, как общеполезное жизнь и старание, быть полезным для каждого, он присовокупляет. «Ходите в любви!» Поэтому, сказав «подражателям мне, бывайте!» Он тотчас начинает беседовать о любви, выражая, что это особенный добродетель приближает к Богу. Все прочие ниже ее, и все имеют отношение к одному человеку. Например, борьба с похотью, война с черевом, сопротивление к серебролюбию, сражение с гневом. А любовь — это общее у нас с Богом. Поэтому и Христос говорит «Молитесь за творящих вам напасти, да будете подобны Отцу вашему, который на небесах». И Павел, признавая это главным из благ, совершал его с великим усердием. Подлинно никто так не любил врагов, никто так не благодетельствовал строившим ему козни, никто так не страдал за оскорбителей своих, потому что он смотрел не на то, что сам терпел, но помышлял об общности природы, и чем больше они свирепствовали, тем больше он жалел об их неистовстве. Как отец скорбит о сыне в падшем сумасшествии, и чем больше больной оскорбляет и бьет его, тем больше он жалеет и оплакивает его, так и Павел. По чрезмерности бесовских действий, заключая силе болезней, оскорблявших его, располагался к большему, а не в попечении. Послушай, с какой кротостью, с каким состраданием он говорит нам о тех самых, которые пять раз бичевали его, побивали камнями, связывали, жаждали его крови и ежедневно желали растерзать его. Свидетельствую им, говорит он, что имеет ревность Божия, но не по разуму, не по рассуждению. И в другом месте, обуздывая тех, которые превозносились над ними, говорит, «Не гордись, но бойся, если Бог естественных ветвей не пощадил, то пощадит ли тебя?» Так как он знал определение Господа, произнесенное против них, то делал все, что было в его власти, непрестанно плакал о них, скорбел, останавливал желавших нападать на них, и по возможности старался найти для них хотя бы тень извинения. И так как не мог убедить их словом по упорству их и ожесточению, то обращался непрестанно к молитвам, братья, говорил он, «Желание мое, непрестанно молитва к Богу о них во спасение, напоминал им о благах, надеждах, ибо непреложное обетование и звание Божие, говорил он, чтобы они не отчаялись совершенно и не погибли». Все это было знаком его попечительности и великой к ним горячности, равно как и следующие его слова. «Приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова» Римлянам 11.26. Так сильно он мучился и терзался в виде погибающих, поэтому и старался найти себе и много утешений в такой скорби, и говорил Римлянам 9.31. «Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами не были помилованы». Так поступал Иеремия, стараясь и употребляя все силы найти какое-нибудь оправдание грешникам, и говорил Иеремия 14.7. «Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего, отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою». И еще 10.23. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». И в другом месте говорится «Помяни, ибо мы есть персть». Так обыкновенно поступают молящиеся за грешников, если они не могут сказать ничего основательного, то придумывают какую-нибудь тень оправдания, которая, хотя не может быть принята за непреложную истину, однако утешает тех, которые скорбят о погибающих. Поэтому и мы не будем в точности исследовать таких оправданий, но помним, что это слова скорбящей души, ищущей сказать что-нибудь за грешников, так и будем принимать их. Но разве он был такой только в отношении к иудеям, а ко внешним не таков? Нет, он был всех сострадательнее и к своим, и к чужим. Послушай, что он говорит Тимофею. 2 Тимофею 2.24 «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Хочешь ли видеть, как он беседовал и с согрешившими? Послушай, что говорил он в послании к Коринфянам. «Боюсь, чтобы, придя к вам, мне не найти вас не такими». И немного после. 2 Коринфянам 12.20 «Не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде, и не покаялись ни чистоте, блудеяний, и непотребстве, какое делали. И в послании Галатам говорит, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе в вас изобразится Христос, послушай, как и о блуднике он скорбит, не меньше его самого, и ходатайствует за него, говорят, «Покажите к нему любовь». И когда отлучал его, то делал это со многими слезами. Второе, Коринфянам 2.4. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я с избытки имею к вам». И еще, «Для иудеев я был, как иудей, для подзаконных, как подзаконный, для немощных, как немощный, для всех я сделал со всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». И еще в другом месте, «Да представлю всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Видишь ли душу, которая выше всей земли? Всякого человека он хотел представить таким, и со своей стороны всех представил, подлинно, как бы сам родив всю вселенную. Он беспокоился, трудился, старался всех ввести в царство, исцеляя, увещевая, обещая, молясь, упрашивая, устрашая бесов, прогоняя развращающих своим присутствием, посланиями, словами, делами, через учеников, и сам лично поднимая падающих, укрепляя стоящих, восстановляя поверженных, врачуя сокрушенных, возбуждая беспечных, страшного пия против врагов, грозно взирая на противников, подобно какому-нибудь военачальнику или отличному врачу. Он сам был и оруженосцем, и щитоносцем, и защитником, и помощником. Сам был всем для войска. И не только о духовных потребностях, но и о телесных обнаружил великое попечение, великую заботливость. Послушай, как он пишет об одной женщине, целому народу. Римлянам 16.1.2 «Представляю вам, Фиу, сестру нашу, дьяконису церкви кенхрейской, примите ее для Господа как приличный святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому». И еще «Вы знаете дом Стефанов, и вы оказываете любовь к таким». И еще «Познавайтесь таковых любви святых, свойственно помогать и в этих нуждах». Так и Елифей не духовную только пользу оказал принявшей его женщине, но старался вознаградить ее и вещественными благами. Поэтому и говорил, «Если есть у тебя слово к царю или к князю, что же удивительного, если Павел употреблял ходатайство в посланиях, и призывая кого-нибудь к себе, не считал недостойным и того, чтобы позаботиться о нужном для них на пути и упомянуть об этом в послании. Так в послании к Титу он говорит, «Зину законника и Аполоса, постарайся отправить так, чтобы они ни в чем не имели нужды, недостатка». Если же он, делая поручения, так тщательно заботился, то тем более сделал бы все, когда бы видел находящихся в опасности. «Посмотри, посмотри, как он в послании к Селимону заботится об Онисиме, как мудро, как ревностно пишет о нем. Если же об одном рабе и притом сбежавшем и унесшем много от господина своего, он не отказался составить целое послание, то представь, каков он был в отношении к другим. Одно только он считал постыдным, пренебрегать чем-нибудь потребным для спасения. Поэтому он употреблял все средства и не щадил ничего для спасаемых, ни слов, ни имущества, ни тела. Многократно, жертвуя своей жизни, он тем более не пожалел бы имущества, если бы имел его. Но что я говорю, если бы имел? Несмотря и на отсутствие у него имущества, можно доказать, что он не жалел его. Не принимайте их слов за загадку, а послушай опять, как он сам говорит, я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши. 2 Коринфянам 12.15 И в речи кефесянам говорит, вы сами знаете, что требованиям моим нуждам и сущим со мною послужат руки мои сии. Будучи велик в главной забродетели любви, он был сильнее всякого пламени, как железо, брошенное в огонь. Все делается огнем, так и он. Пылая огнем любви, весь стал любовью, и как общий отец вселенной он поступал со всеми подобно родителям или лучше превосходил всех родителей заботами о телесных и духовных нуждах, не щадя для возлюбленных ничего, ни имущества, ни слов, ни тела, ни души. Поэтому он и называл любовь исполнением закона, союзом совершенства, матерью всех благ, началом и концом добродетели. Поэтому и говорил, цель увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести. «Еще не прелюбодействуй, не убей». И все другие заповеди заключаются всем слове «люби ближнего, как самого себя». Римлянам 13.9. «Итак, если и начало, и конец, и все блага в любви, будем и в ней соревновать Павлу, потому что и он через нее сделался таким. Не указывай мне на мертвых, которых он воскрешал, и на прокаженных, которых он очищал. Бог не потребует от тебя ничего такого. Приобрети любовь Павлову, и получишь совершенный венец». Кто говорит это? Сам, питавший в себе любовь. Он поставлял ее выше и знамение чудес и многого другого. Так как он вполне руководился ею, то и знал в точности силу ее. Через нее он и сам сделался таким, и ничто столько не доставило ему достоинства, как сила любви, почему он и говорил. «Ревнуйте о большем, и я покажу вам путь еще превосходящий». Называя любовь этим превосходным и удобным путем. Будем же и мы постоянно ходить этим путем, дабы нам увидеть Павла или лучше Господа Павлова и сподобиться нетленных венцов благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.